Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Николаевич Кобелев. Ваши комментарии по игре? По игре, я думаю, что начало игры мы провалили. Некоторые футболисты вообще выпадали. Поэтому «Амкар» имел полное преимущество. Потом потихоньку выправили, особенно второй тайм уже был на встречных курсах. И «Амкар» были моменты у нас. Но, наверное, всем бы лучше смотреть такую игру, играть в эту игру лучше, чем выходить и бояться. Коллеги, задавайте вопросы. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, Горобьева вы заменили бы на поэте плечи? Ну, он выпал из игры, конечно. Он все мячи потерял, поэтому мы имели... Точнее, «Амкар» имел полное преимущество, если я не понял. И мяч у нас не держался. Ну, думаю, что мы вообще были лучшая команда сегодня и заслуженно выиграли эту игру. Специально первый тайм у нас получался очень хорошо. И сделали давление там, и уже до тайма. Думаю, было нужно забить четыре гола. На конце там, в середине второго тайма пропустили гол, который чуть-чуть смазал с концовку. Но думаю, что вы, все, которые смотрели игру, уверены, что мы заслужены в игру. Коллеги, ваши вопросы. Чем связана смазанная концовка? Ну, это психологически, знаете, когда у вас 2-0, мы уже отмечали победу, а до конца было 20 минут, так что нельзя так. Даже на поле начали какие-то специальные игры пятками и такие вещи, но что могу сказать, ребята молодцы. Они справились в игре, которая очень трудна. И любая, которая будет до конца, будет такая стыковая. Но, слава богу, даже противник знал, как мы играем, мы все равно выиграли. Они знали, что мы будем играть на Кубке и побежим. И я ребятам так и сказал, ребята, играйте на Кубке и побежите вперед. Борис, сегодня никто не выпадал, будет единый организм, единое целое. Я не видел никого, кто выпадал. У вас Миялович провернул буквально титанический объем работы. С чем это связано раньше? Не было его так заметно? Ну, он левый защитник. Для защитника это такая работа, большая работа. Думаю, что и Сираков очень хорошо сыграл. И даже два дня предигру у него была очень большая температура. И у Волкова был проблем с пятком, он получил укол. Так что у нас было достаточно персональных проблем, связанных с этой погодой. Мы привыкли там на лучшую погоду в Турции, Черногории и на Кипре. Так что было много игроков, которые болели. Но, слава богу, что они закупили силу в себя. И что сегодня так вообще не было видно, что Сираков был, что болел. Но он играл очень хорошо. Еще вопрос. Попов травмировал. На долго? Не знаю, думаю, это рецидив травмы. Думаю, на две недели. Неделю, две недели. На Рубин еще встит в конце пошел очень опасный. Как у него самочувствие? Ну, он вратарь у вратаря всегда хорошо. Еще вопросы, коллеги? Спасибо. Спасибо.